В человеке все должно быть прекрасно, и душа, и пенис. Человек, по убеждению древних греков, это, разумеется, мужчина. Пройдет немало времени, прежде чем женщина получит право на этот статус. Быть высеченными в камне удостоились только самые сильные, самые красивые боги и герои. Некоторые из них едва прикрыты тканью, но большинство – целиком обнаженные. В современной культуре большой член ассоциируется совершенно зря кстати с властью мужчины, с его сексуальной активностью. Древние греки были другого мнения. В своей пьесе «Облако» 419-423ВВ. ДН. Э. Аристофан так описал идеального мужчину – блестящая грудь, яркая кожа, широкие плечи, крошечный язык, сильные ягодицы и маленький член. Да-да, это не опечатка – маленький член. Именно его греки считали одним из элементов красивого тела, именно такой отвечал тогдашним идеалам красоты. Кстати, если ты обратила внимание, у большинства статуи члена не просто маленькие, но не эрегированные. Тонкий небольшой пенис считался признаком высокой культуры. Он символизировал торжество разума и логики, типично мужских качеств, как были убеждены греки. Знаешь, почему так много древнегреческих мужчин предстают перед нами в чем мать родила. Кстати, их соседи из Египта и Осирии, территория современных Ирака и Сирии, были в этом смысле гораздо скромнее. Любой египтянин, перс или осириец счел бы обнажения позором, голыми изображали только порабощенных противников, проигравших в войне. С них срывали одежды, разрушая таким образом последний барьер между человеком и животным. Но у греков был совершенно иной подход. Для них нагота была признаком героя. Хотя древние греки обнажались чаще, чем мы, они не разгуливали в центре Афин, скверкая телесами, как может показаться. Они не ездили голыми верхом и не шли в битву, обнажив живот с кубиками. Тем не менее, там, где надо было продемонстрировать силу и ловкость, на играх и в гимнасиях, мужчины скидывали хитоны, представая во всей красе. А вот знакомься, силен. Что не так с этой статуей? У нее огромный, просто гигантский эрегированный член. Кажется, древние греки ни в чем не знали меры. Кстати, у некоторых статуи сатиров член размером с самого сатира. Силен – это божество, которое часто ассоциируют с сатиром. Похотливым, вечно пьяным, одна половина его качеств человеческие, а другая присущие животным. Силен был частью варварского, неуправляемого и дикого мира, которому вполне подходил большой пенис. Другие изображения с выдающимися гениталиями, персонажи комедий, обычно не наделенные крепким интеллектом, в частности, кстати, враги древних греков, египтяне.